Способы отлова, которые сегодня используют в Сарове, устарели. Уже около 20 лет применяют одни и те же транквилизаторы, чтобы обездвижить животное. Бывают случаи, когда оно не переносит препарат и погибает. Сегодня существует несколько новых, нетравмирующих вариантов сковывания животных. Также службе отлова нужна будет новая машина, оборудованная для перевозки собак и кошек. Все эти вопросы администрация взяла в проработку. Еще один аспект проблемы – содержание собак и кошек в приемнике. Пойманное на улице или сданное хозяевами животное обязано содержать 10 суток. После этого нужно выпускать их на волю. Для многих животных это верная смерть. Поэтому заботу о таких собаках и кошках берут на себя волонтеры. Кого мы можем, мы забираем. Есть неравнодушные люди, которые дома принимают маленьких котят, щенков. С щенками вообще проблема. Например, маленьких котят. Кого можем, вывозим. Кого не можем, они содержатся в приемнике. С силами сотрудников облечиваются. Уход идет. И также силами сотрудников приемника осуществляется пристрой. В среднем в месяц на содержание животных уходит порядка 50 тысяч рублей. В основном это пожертвования неравнодушных горожан. За те 10 лет, что волонтеры помогают приемнику, видны изменения в сознании людей. Все больше соровчан понимают необходимость бережного отношения к братьям нашим меньшим. Но полностью решить проблему пока не удается. Проблем безнадзорных животных, конкретно, решение. Это стерилизация кастрации обязательно. И проведение профилактических бесед, мероприятий с населением города. Именно прививание ответственного отношения к животному. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. И, к сожалению, для некоторых граждан нашего города это еще не совсем приложена истина. Волонтеры давно взаимодействуют с администрацией города и находят поддержку в решении многих вопросов. В том числе на совещании Алексей Голубев предложил им создать собственную некоммерческую организацию, чтобы претендовать на различные гранты и получать дополнительные средства из бюджета. Подобные встречи в администрации будут проходить раз в несколько месяцев, чтобы все заинтересованные стороны могли находить наиболее приемлемые варианты отлова и содержания безнадзорных животных.